Заканчивается утренний Даршин, 18 ноября. И вот смотрите, вот где Гапурам-Гейт, сколько людей входит. Открыли ворота. Здесь входить было нельзя, но сейчас открыли ворота. Я надеюсь, что мы увидим золотую колесницу. Хотя золотая колесница должна быть там, внутри. Они же идут туда, да? Внутри колесницы. Я встретилась с Римой. Вот это Рима, кто не помнит. Я встретилась с Римой, потому что было очень шумно, когда я брала у нее интервью. И мы договорились взять в тихом-тихом месте. И место, конечно, тихое-тихое. Но мы сейчас найдем это тихое место. Сайрам-сайрам. Куда все идут-то? На колесницу? А вот же, вот же колесница, боже мой. Что же я? Береги, береги. Ага, сори, сори. Прошу прощения. Рима, смотрите, какой у нас праздник. Все эти празднования начинаются в честь дня рождения Саи Бабы. Я им говорю, чтобы поспешили. Я хочу снять ее спереди. Если, конечно, получится. Она вообще-то золотая. Люди на балконах. Здесь пройти невозможно. Вообще нереально. Мне надо было идти с другой стороны, потому что мне сейчас надо свернуть первый же переулок. А какие-то там есть шажей. Я вам своими-то牌. А какого-то нереально. Но мне бы пройти, не знаю, может быть и сегодня не получится тихое, спокойное интервью. Мне вообще туда. Вот люди на пути следования этой золотой колесницы. Подходят тоже с просадом, с кокосиками. Это первый переулок. Я его таким переполненным никогда не видела, честно говорю. Даже удивительно. Какой хорошенький. Это праздник, колесница. Сайрам, Сайрам. Говорит, идите, идите, двигайтесь, говорит, туда за колесницей. А мы, говорю, что мы хотим в библиотеку покоя. Не стойте, говорит, тут. Смотрите, какая гостиница. И с другой стороны такая же красота. Цветок. Супер. Сайрам, Сайрам. Всеобщий Сайрам. Есть что-нибудь там, местечко-то, где нам побеседовать, пообщаться? Думаю, ну не могу уйти, надо понаслаждаться. И стоял, вот тут, куда шла как раз. Ой-ой, девчонки, мы тут все перекрыли. Колесницу видела? Колесницу даже не видела. Что, две колесницы? Может и две колесницы, да. Не успели бы они так быстро собрать. Я просто снять красивый садик, я его молча сниму. Буду молчать, как рыба. Какой красивый прудик. И вот здесь через, вот это библиотека покоя Шанти Лайбрери. И через нее вход в Шанти Медитейшн Холл. Вот она библиотека. Здесь есть книги духовного содержания на всех языках. В том числе есть русская полочка. Но мы хотели встретиться с Римой вот здесь, в розовом кварце. На удивление, здесь пусто. Потому что обычно сюда люди приходят медитировать. Поэтому, если мы там будем галдеть, наверное, будет неправильно. Там в центре большой розовый кварц. Ну, если сейчас вот минут сорок поговорим. У меня камеры как раз хватит минут на сорок-пятьдесят. Будет здорово. Здесь нет можно. Может быть и можно. Среди печки особо держат. Да. А я жду-жду. У вас нет. Они там все наскользаются. И водичкой брызгаются, и все снимаются. Очень красивые, да. То ли голландцы, то ли итальянцы. Вот там вот, да, там даже написано. Кто по-английски читать умеет? Когда-то с вами это открыл. Это значит, что медитационный холл был открыт. Шри Сати Сайбаба. В 76-м день рождения, 23 ноября 2002 года. Так что практически мы пришли. 16 лет назад. Да, 16 лет назад он сам тут все это, значит, открывал. Пошли? Да, ну, был проект, насколько я знаю, вот голландцев или итальянцев. Ваш раме уже арати, а внутри золотой, золотой, говорю, розовый кварц. Здесь просто можно каждый прийти, может, в одиночестве. Сесть возле этого розового кварца, помолиться, подумать, помедитировать. Это не обязательно приходить группами. Пришла, подумала о жизни, посидела, потрогала. Садишься, садишься на любой стульчик. Не знаю, но это розовый кварц, это же вообще, как вы считаете, что мы, люди, люди любви. Вот, очень мощные, хорошие кварцы. Можно потрогать, можно трогать, да. Можно, можно. Натуральный кварц, как видите, огромного размера. Он считает вообще, что кварц это камень любви, мы, это и чай, это камень. Важно прозрачить, это самое. Ну, тоже, можно сказать, все изначально. Римочка. Так, ну давайте решим, в каком формате будет встреча. У меня недавно была встреча с Римой, и она была в очень шумном кафе. Я говорю, всем понравилось, но надо повторить, потому что ничего не слышно, нас заглушали. Вообще, мы просто говорили об опыте, о её духовном опыте, как она попала, как первый раз услышала о Саибабе, поэтому, как попала сюда, свои какие-то, может быть, чудеса, какие происходили. Вот. И если, я вообще думала, что, девчонки, а может вы сюда как-то? Я думала, Рима одна придёт, но раз она собрала компанию, то можете все делиться. Можно просто слушать, можно рассказывать, кто как попал. Вот. Я, ну, если знаете, у меня блог есть на Ютубе, я замужем за индийцем, и я о своей обычной жизни снимаю и обычный, и необычный, и отдых, и еда, и путешествия, и духовные центры, и семьи индийские. В общем, всё, что мне попадается на глаза, я стараюсь снять. Вот. Каналу «Три с половиной года». И очень часто меня просят поспрашивать людей, которые в Ашраме, как они попали, как они живут. Вот. Вот. Я бы вот с Миры начала. С Миры Левченко. Вот. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Ирочка. Мы знакомы достаточно давно, хотя общаемся, что и пунктирно, но на Ютубе надо вас смотрю. Я очень рада, что кто-то вот так вот несёт эту массу широкую. И это востребовано. Очень спасибо вам. Ну, каждый своё несёт, и вам спасибо. Конечно, всё. Палитра жизни разнообразна. Спасибо вам большое. Да. И я тоже бывала на ваших концертах. Я знаю, что у вас больше тысячи песен написано, огромный опыт. Да. В три раза больше, на самом деле. Да, да, да. Да, да. Да, да, да. Да, да, да. И очень-очень много лет, да, вот вы тоже несёте своё служение. А когда вы вообще вот самый первый раз, вот когда вы услышали о Путапарте, о Сайбабе, вот об Индии, ну, про Индию я вообще никогда в жизни своей не думала. Вот. Занималась своими такими вот обычными человеческими делами, там, ну, работой в семье и так далее. Для меня Индия была это просто другая планета. То там мысли как-то не шли в эту сторону. Но у меня произошло чудо в начале девяносто первого года, девяносто первого, когда я пошла на свои первые такие очень простенькие, ликбезовские такие курсы, ещё в то время, начало девяностых, это было дома, в семье, муж и жена, врачи и целители. И вот они пригласили таких вот людей, которые ещё ничего не знают ни про ауру, ни про биополе, ни про вообще материальные смысли и так далее. Попали на такие первые курсы. И когда нам было предложено попробовать, что такое медитация, вот на второе-третье занятие, и я как бы, ну, пыталась помедитировать, то есть успокоить ум и просто сосерцать внутри, вот, наблюдать, то через какие-то вот минуты, буквально, к своему огромному удивлению, я увидела некую лестницу, уходящую куда-то вверх, и я по ней иду. Это было настолько ярко, как вот просто в жизни, как какое-то яркое кино. И я иду по этой лестнице, и на каком-то этапе, на какой-то ступеньке я вижу, что стоит трон, огромное кресло, и сидит вот некто в оранжевой одежде, вот с такой, значит, шевелюрой волос. И у меня вообще просто взорвалось всё сердце, оно мне перевернулось. И я поняла, что это Бог. То есть настолько, и вот как-то даже мысль включилась, говорю, Господи, как же он не похож на Бога, но это точно Бог. И я упала к его стопам, он положил мне руку на голову, и я поняла, что он меня благословляет. Настолько сердце было потрясено моё. И потом следующий сюжет стал разворачиваться, пришёл ко мне давно умерший мой отец. И я тоже была потрясена, что кажется, всё это можно видеть, что это вообще всё это бывает, это где-то всё рядом. Это всё в первой же медитации. Это всё в первой же медитации, два сюжета. Это вот Сай Бабо, я ещё не знала, кто это такой, и вот ушедший мой отец, которого я очень любила при жизни. А он к тому времени ушёл лет 15 назад в моей жизни. И когда вот эта общая медитация закончилась, наша лидерша, лидер наша спросила, говорит, ну поделитесь, вот первая медитация в вашей жизни, что-то вы прочувствовали, увидели. И когда очередь дошла до меня, я сказала, вы знаете, это потрясающе, но ко мне пришёл Бог, я точно в сердце своём узнала, что это Бог. Он, правда, совсем не похож нежный на Бога, но это точно Он. И потом жизнь пошла разворачиваться там своим чередом, там сын пошёл в школу, я потом где-то через год пошла на какие-то более серьёзные курсы, стала вот заниматься немножко собой, какие-то стали возникать вопросы просто по жизни, вот внутри себя. И там уже на этих курсах, собственно, прошло два года после вот этого ведения, уже на таких серьёзных курсах по работе с подсознанием в 93-м году, я уже узнала информацию о Сайбабе, нам там рассказали на этих семинарах, пришёл человек, Сергей Михайлович Костиков, всегда буду его помнить, вот кто первый весть принёс, Сайбабе, этот человек всегда вот остаётся внутри. Он учитель йоги, очень известный в России, в то время был, хотя йогой никогда не занималась, но вот он нам пришёл и рассказал к тому моменту, он уже два раза был у Сайбабы здесь, и попадал на интервью с российско-американской делегацией, и это было запретельно то, что он нам рассказывал, показывал в видеофильм, и я вспомнила и сказала, Боже мой, Сайбаба ко мне приходил два года назад, это кажется, это он. И помню, Костиков сказал Сергей Михайлович, что если вам это интересно, вся эта информация, я вам могу помочь организовать туда поездку. И вот вы знаете, на этих словах тоже произошло нечто. У меня такой произошёл взрыв в сердце, у меня такая какая-то прослинула световая молния, хотя я никакая не ясновидящая, ничего, я ещё только была вообще ещё ребёнком в духовности, но произошло нечто, просто меня прошибло вот таким вот взрывом внутри и вот сверху. И я поняла, что мне туда надо. Ну просто вот так, вот так вот, вот в эту Индию, которая для меня что Марс, что Венера, это для меня было недосягаемо. И мы с ней стали спрашивать, ну как же мы туда попадём, потому что, ну я музыкальный работник, муж инженер, вообще от зарплаты до зарплаты, это какая-то Индия, Боже мой, вообще документы, значит, паспорт, деньги, это вообще. И Костиков Сергей Михайлович сказал, что если вас Сайбаба зовёт, в вашей жизни начнутся, начнут происходить чудеса. И это началось. Ровно через год я уже входила в ворота Ашрама. То есть начались действительно происходить чудеса. Мы жили в коммуналке, её вдруг как-то разменяли. У нас получилась, сначала была одна комната, нам отошла вторая комната в коммуналке. Вместо двух комнат нам дали две квартиры, потому что коммуналка была огромная. Её купил богатый дядя, нам всем дал по квартире, по квартире за каждую комнату, они были большие. И у нас вместо коммунальной комнаты оказались две квартиры. В общем, это, знаете, только кое-то в кино бывает. И мы стали в одной жить, другую тут же снимать, сдавать. Если сдавать, и на первые же деньги, полученные за аренду квартиры, за сдавание квартиры, я поехала с сестрой вот сюда, ваша мама. Ну, мы попали в Уайтфилд, в маленький Ашрам Сайбы, потому что в 94-м году летом вот этот Кульвенд-Холл, который мы называем Мандиром, в общем, он только строился. То есть до того момента был только сам вот этот храм внутренний, как мы называем Баджин-Холл, где вот с вами огромный трон, это вот шкуры тигра, куда мы все обычно стремимся попасть на медитацию, когда с вами давал там вот свое присутствие нам. Вот это все только строилось, и поэтому Сайба-Баба был, весь этот прекрасный потолок, холл с этими люстрами, мы всегда любовались, там такая энергетика, конечно, потрясающая. И с вами все лето был в Уайтфилде, и мы попали сначала в Уайтфилд. Приехали накануне Гурпурнима, 15 июля, как сейчас помню, день рождения моего сына. Мы не знали, что такое Гурпурнима, вообще ничего не знали, и эти Баджины. Ну, то есть, вы знаете, с вами сразу просто взял сердце вот так и потянул канатом, и до сих пор не отпускает вот все эти годы, и просто стал так вот влюблять меня в себя. Это пошло сразу. Это просто началась какая-то сумасшедшая любовь, она стала активно развиваться вот между моей душой и Богом, божественным воплощением. Сайба-Баба – это представитель, как воплощенный Господь, Творец. Вот, потому что, ну, почему мы его так считаем? Это отдельный рассказ, что, во всяком случае, он проявляет три основных качества, которые все описаны в священных писаниях, их всего 16. Основные из них – это все знания, всемогущество и вездесущность. И, вы знаете, миллион случаев, когда он появлялся в разных точках планеты и являл свое всезнание. Например, наше интервью на следующий год, в 95-м году, мы приехали опять с сестрой моей, я уже взяла своего сына в следующий год, мы попали уже тогда на интервью. И Сайба-Баба одной женщине сказал, ты помнишь, что у тебя был сон однажды? Рассказывает ее сон. У тебя была подсказка поступить так-то, но ты не послушала себя. То есть он сразу показал то, что он знает любую нашу мысль, любой наш сон. Он вездесущ, он всезнающий, он всемогущий. Ну вот, это было начало, это такое было начало. И, в общем, эта любовь только развивается, это близость, это счастье того, что Господь меня выдернул из вот этой плоской, горизонтальной, я даже не скажу, трехмерной, двухмерной жизни. И вот позвал в эту беспредельность, в высоту, в это вдохновение, в истину. Это что-то приглашено туда. И это не заканчивается, это только больше и больше развивается. И вся жизнь изменилась, конечно. Вы часто на интервью бывали? Нет, вы знаете, такое вот интервью в физическом теле было вот тогда один раз. во второй поездке, в 95-м году. Вот. Но Сайбаба, вот, хотя он потом нам, как это обычно, говорил, что я вас еще возьму и так далее. Но я настолько счастлива и удачлива, что с вами все эти годы, вот уже получается, я с вами, ну, такое огромное количество лет, ну, где-то, скажем так, округлим 25 лет, достаточно неплохо, но такая немаленькая цифра, с вами постоянно приходят ко мне в сны. Вот только хотела спросить о снах. Постоянно, постоянно. В 90-е годы и начало 2000-х. И перед уходом уже за два года до того, как с вами оставил тело, он мне дал четыре сна о том, что он скоро оставит тело. Он уже говорил мне об этом. И когда с вами оставил тело, он также постоянно ко мне приходит. Он может ко мне прийти за полгода раз 20, там, 25. То есть он постоянно приходит. Если он ко мне месяца два, ну, максимум три, и приходит, это уже, это просто нонсенс, это такое, это очень редко такое бывает. То есть постоянно потому, что он ведет меня очень плотно, очень плотно. И сны были, да, очень интересные. Они были обучающие, они были благословляющие. Очень много было осознанных снов. Такие были сны, когда они соединялись с сознанием дневным и ночным. То есть мне показывалось, что сознание, оно непрерывно. То есть вот оно, например, я говорила своей бабе, Славя, ты помнишь, ты вот сделал то-то-то, то-то, то, что было, ну, в реальности, вот, в состоянии бодрствования. Или я ему во сне говорила, а ты помнишь, однажды ты мне пришел в сон и сделал то-то-то, то-то. То есть я понимала, что вот это все, вы знаете, это едино, сознание, оно одно. В общем, снова было очень много. Что-нибудь. Мне показали мантру. Но, вы знаете, удивительно тоже, это было давно, в 98-м году, он мне спел мантру. И причем он при этом играл на каком-то удивительном инструменте. Знаете, как Валторна, похоже, такой вот тут, так закрученный, такой вот раструб такой идет. Он играл одновременно и пел. И он мне дает этот инструмент, говорит, я должна повторить. Я говорю с вами, что-то, во-первых, какая-то мантра длинная на санскрите. И одновременно туда и петь это приятно умеет. Говорит, ну, ты сможешь. Можешь. Прямо так вот меня заставлял. Он дал мне эту вот эту, так называемую Валторну, в кавычках. И я повторила все идеально. И во мне эта мантра сама стала звучать внутри. И она просто звучала и звучала, и звучала. Мне казалось, что все, это теперь впечаталось в каждую клетку. Я проснулась на этом моменте. И вроде бы мне подумалось, что, ой, надо встать, вообще записать даже на ноты. Так, все-таки я знаю нотную грамоту, эту мантру и слова. Но она настолько во мне звучала, я была уверена, что я никогда ее не забуду. Вот, ну, зачем ее записывать настолько? Она, я просто наполнена ей. И я опять уснула. Утром я потом проснулась, я ничего не помнила. Я ничего не помнила. И потом с одним очень знающим человеком, мастером йоги, я много лет спустя, я ему рассказала эту ситуацию. Он говорит, знаешь, если бы нужно было, то ты бы ее записала. Может быть, тебе нужно было ее практиковать или что-то. Потому что Сайбаба, сколько было таких снов, когда он иногда людей просто принуждает делать. Он приходит, он будет говорить из сна в сон одно и то же. Вот сколько мы в книгах читали у наших там западных друзей. Такие были ситуации, когда Сайбаба настаивал на чем-то, когда человеку это очень надо. Но так как вот это аватар, пурно-аватар, может быть, достаточно один раз буквально эту мантру произнести, и она вызвала свое волшебное действие. Просто так ты не могла бы ее забыть. Но она где-то во мне, она прямо где-то во мне живет, хотя я вот на уровне внешнего ума не помню. Однажды был тоже такой забавный был случай. У меня таких, знаете, внешних чудес явных, может быть, не так сильно много, а у меня много очень внутренних чудес. Потому что я такой человек, ну, достаточно, видимо, уже зрелый, что с вами сразу очень мощно меня повел внутрь. И вот это вот раскрытие и, ну, установление, устанавливание общения с ним изнутри, оно шло очень мощно. Ну, однажды был такой момент, что вот, ну, я почти каждый год приезжала сюда, почти каждый год, ну, как обычно, на месяц, может быть, полтора, пока там сын в школе учился, там, начало института. Но потом в 2005 году он оставил меня тут жить постоянно. И с 2005 по 2015 год я прожила 10 лет здесь. Практически не выезжаю. У меня были длинные визы. Вот. И вот последние уже три года я так 50-50 живу. Вот полгода в России, полгода в Индии. И это время все было бесценно абсолютно, потому что прожилось столько, ну, вообще-то невозможно переоценить как-то, чтобы как-то вот это бесценно, это мое сокровище, это мое богатство внутреннее. Вот. И такой момент я хотела сказать, что в 2001 году, когда я еще постоянно здесь не жила, такое бытовало мнение в Ашраме, что, ну, все старались на Мандире передать письмо, считалось очень здорово, очень круто, если ты принес фотографию своих близких, членов семьи, подать с вами, с вами все-таки соблаговолел подойти, там, благословить эту фотографию, то есть благословляя человека, или еще круче, если бы оба себе взял эту фотографию. И такие случаи бывали, что с вами по какой-то причине забирал себе фотографию. И считалось, что ну все, этого человека с вами себе забрал, что все, можно ни о чем не беспокоиться, он будет его мощно вести, он полностью в его руках. И вот однажды, это был где-то вот май-июнь 2001 года, я, а надо сказать, что с вами письма мои никогда не брал. Если я ему буду прям вот так вот работать на первом ряду, он всегда игнорировал, у всех возьмет, у меня нет. Думаю, ну не хочет, он с вами через письма общаться. Ну да, наверное, потому что он ко мне постоянно приходил, сны часто каждый день, раз в неделю было как минимум от тех годов. Я просто уже ждала вот спать, вот надо лечь спать, чтобы сейчас опять какой-то сериал начнется. И так и было. И вот через письма он не хотел общаться. И в тот день мне очень сильно захотелось взять конверт и положить туда фотографии всех членов моей семьи. Это мой сын, муж, сестра, мама, там еще даже кого-то я положила, из-за близких друзей. Вот. И я попала на первый ряд этой вертушки, где мы за с вами все время поворачивались. И свамушка идет мимо тут, прямо около нашего первого ряда, остановился около меня и смотрит очень внимательно, куда-то мне сюда, вот наверх, на верхнюю чакру, куда-то вот надо мной. Очень смотрит внимательно, а я, значит, ну как, с вами тогда ходил, это 2001 год, и, конечно, мы настолько ловили вот каждое его, вот, не знаю, там движение брови, там какой-то жест, просто я вся в нем, смотрю на его лицо, вот тяну ему этот конверт, а сама просто его вот пью, просто вот ем его образ, вот впитываю, тяну это письмо, а он все время смотрит сюда. И что-то, да, и начал, по-моему, писать пальчиком, пальчиком пишет, 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 но что он там переписывает и наши судьбы, и судьбы человечества. Знаете, как мы любили этот его жест, когда он так напишет что-то, потом так прикинет, губка, а он так оттопырит, что-то подумает, что-то переписал. Это было настолько всегда трогательно. Он же говорил, что я пришел изменить, переписать историю человечества, и пришел переписать историю человечества. Я обожаю эту фразу. Так вот, он смотрит на меня, пишет, пишет, и, значит, я так вот жадно, а потом он стал отходить уже жадно, вот взором так же вот смотрю на его лицо, вот он отходит, потом взгляд переходит на мою руку, а конверта нет. То есть это же не иголка, это же не маленькая монетка или что-то. Это все-таки белый конверт был достаточно большой, там было несколько фотографий. И ничего не понимаю. То есть он конверт не взял, но он просто растворился, он демонтиризовался. Я стараюсь трясти всеми юбками, всех, значит, шебуршить вокруг, где конверт, ну это не маленькая вещь, это было бы заметно. Все, вот с вами, то есть просто вот в этом моем жести просто вот он, этот конверт растворился. Ну то есть всех забрал. Говорю, славушка, ну какое счастье, все мы твои, все мы поближены тебе, потому что, ну с вами, если, даже не если, с вами говори, что все мои, все на самом деле приближают мне, все мои, потому что вы во мне, я в вас. Но я вас призываю такими, знаете, кругами, как вот камешек мы на воду бросили, пошли круги. Сначала этот круг людей, да, кто-то, вот европейцы, начали там 70-х годов ездить, 70-е, там, 80-е годы, то есть вот круги расходятся. Постепенно я всех вовлеку людей. И когда он человека вовлекает, призывает к себе, это такое счастье, это такое счастье, потому что это преображение твоего характера. Он перебирает все атомы, он полностью меняет здоровье. Это у меня он все, по-моему, перебрал уже абсолютно. У меня ощущение, что у меня, ну, почти 100% новое тело. В свои 62 года я себя чувствую так, как никогда в жизни не чувствую, понимаете? То есть это неутомимость, это текучесть тела, это забраны многие какие-то болезни, недомогания, хотя пришлось через какие-то вещи пройти. То есть здесь человека он призвал по-настоящему, и ты отдался в его руки, ну, тебя могут сильно поздравить, твоя жизнь удалась. И я от души, вы знаете, я от души желаю это всем, потому что если я вижу, что человек начинает влюбляться в Сайбабу, и Сайбаба становится для него вдохновителем, поводырем, я очень счастлива за этого человека. Как однажды, я расскажу такой сюжет, появился в Ашраме мой коллега, Барт, тоже поет свои песни, играя на гитаре, у нас какие-то оказались общие друзья, он приехал впервые своей женой сюда. Это было где-то, ну, может быть, 2008 год примерно. Ну, так, 2009 год. И однажды мы с ним встретились, познакомились в Ашраме, он сказал, что он тоже Барт, автор-осполнитель, и он говорит, ну, ты знаешь, я вот тут уже месяц, я вот уже второй, но я ничего не чувствую. Я столько наслышана о Сайбабе, я так хотел приехать, уже жена мне прожужжала все уши, поехали в Гуаба, поехали в Гуаба, поехали в Кералу, она хочет на море, а я не знаю, меня что-то держит, я вроде бы уже и хочу ехать, и в то же время меня что-то удерживает. Я почему-то ничего не ощущаю. Я говорю, ну, ты знаешь, это решает все с вами, в общем, тут мы с вами всей жизнью руководили. И вот проходит еще какое-то время, может быть, неделю-две, ой, удивительно, я так всегда счастлива слышать эти истории. Я встречаю этого человека, по-моему, зовут Олег, его даже не позабыла, как его зовут, по-моему, Олег. И он счастливый, и глаза сияют, лицо улыбающееся, он говорит, миром случилось. Я, говорит, просто шел из своего шеда, я жил в шеде, ну, жить специально с женой в разных местах, так вот, чтобы углубиться, знаете, в практику. Я шел, значит, из шеда, просто так лениво в сторону мандира, туда на мандире, и вдруг яиц и льва на машине. Потому что с вами, иногда, ты знаешь, выезжал, ездил там и по шраму, у нас колесил на машине, или по олсайду. Мы сюда старались ловить эти моменты, потому что это было очень так неформально, можно было очень так с ним поконтактировать, ну, получить улыбку, благословление. И он говорит, и вдруг с вами, неожиданно, откуда-то вот выезжает, только полицейский ехал за ним, и все. И так это было для жизни, но для меня, и со всем это прямо было рядом. Никто, знаешь, как-то иногда бегут севодал, или студенты немножко публику отделяют, а тут как-то он ехал, никто около него особо не бежал, только сзади. И я оказался прямо рядом с машиной, рядом с окном, и я прекрасно видел его лицо, я обернулся, значит, на это окошко, и с вами на меня долго-долго посмотрел. И со мной что-то произошло. У меня вдруг стало все так понятно, все так ясно, помимо всех слов, помимо всех объяснений, у меня что-то просто вот перевернулось внутри. И у меня потекли слезы, и я подержал за машиной, и даже произошло такое чудо, полицейский, наверное, тоже у него крышу снесло, такого никогда больше не бывает, он пригласил его сесть, значит, в машину, в полицейскую машину, даже до мандира подвез его на машине. Вот это вообще был нонсенс. И он говорит, и я это все понял, я теперь хожу, я, говорит, влюбился, я влюбился, я влюбился, я пока отсюда никуда не поеду, я скажу с моей жене, подожди, я отсюда не поеду. И вот эти моменты, потому что с вами, он всегда сам приглашает людей, и он сам открывает наши сердца в правильное время, при каких-то определенных обстоятельствах. поэтому, ну, всегда вот этот, знаете, замочек нашего дверцы, нашего сердца в какой-то момент открывает сам Господь, на самом деле. И тогда вот этот свет туда начинает заходить, и начинает чувствовать, что такое любовь, настоящая любовь, безусловно, это вечная любовь, это огромная милость. Ну, я могу говорить вечно, а я давайте немножко остановлюсь, потому что за эти годы все это бесконечно накоплено. Как я перезаряжала камеру, я, в общем, считаю, что, наверное, надо представиться. Риму уже знают, да? А вас как зовут? Я Геннадий Токарев, я из Самары, вот, я преподаватель университета, ну, и Саибабу знаю уже о Саибабе с 95-го года, вот, ну, и... И как это вот в университет, кто принес весть о Саибабе из Индии? Ну, у меня, конечно, не больше такой исследовательский склад ума, поэтому я с Саибабу исследую своим... Ну, как вам они верующие, да? Правильно, склад ученого. Как я могу сразу принять вот такие вот вещи. Но дело в том, что я прочитал книжку «Роза мира» Данила Андреева, и как раз вот там вот это вот все эти миры и все такое. То есть я все-таки немножко сдвинулся вот с этого материального мира, и у нас загорелся даже. Там же была организация вот этого нового общества по справедливым законам и так далее. Нашел единомышленников, и один из них говорит, слушай, а вот в Индии есть вот Саибаба, который там чудеса, Алибаба, у нас тут роза мира мы будем вот еще а он уехал сюда на полгода и пожил здесь. Во-первых, у нас первый человек съездил, Володя Владимиров, он в Тольятти, я ему звонил, говорю, ну что это, действительно существует? Он говорит, да, существует. Что такое? Ну, я захотел поехать. Тоже тогда это 90-е, вот эти вот шестые-седьмые годы, вот, безденежье, все, значит, такое. А я вот после розы мира я начал как бы заниматься какими-то такими практиками, но своими. Во-первых, я стал смотреть на солнце в любое время и сейчас еще могу. Прямо, прям в полдень. И вот так вот ничего не просил никогда у кого-то сверху. А тут утречком в парк там выбежал, смотрю на солнце и говорю, хочу поехать в Индию. Ладно. Что-то, проходит неделя-две вниз управления дороги, значит, я железнодорожный институт, когда институт был. Звание у вас же был договор, вот, вы что, значит, не приходите, вы же там отчет послали, мы, значит, уже вам деньги начислили. Как раз что-то там порядка пятьсот долларов на повеску. Жена, конечно, куда там вот, но я не поеду. Ну и поехал, приехал сюда. Буквально в первые же дни это был второй его даршин, я, значит, там вот ряды, которые занимают, чтобы куда-то зайти мандир, я где-то сзади сел, раз, и наш первый ряд. И я оказался в первом ряду, вот, он подошел, тут сидел европеец, такого, европейского типа, он к нему подошел, начал ему что-то не снять, там средства затекут. А он ко мне стоит правой ногой, я что-то вспомнил, что это, как он снимает плохой, за ногу его взял и держу. И мы так, что будет? захватит за ногу. Что будет? Я, значит, держу, он стоит. И потом, раз, у меня вот такой, здесь вот такой голубой шар появляется с такими, с проблесками, какими-то, эти, вот такие, вот, этот шар и его стопенки. И я в таком космическом пространстве, созвездия какие-нибудь, значит, все такое, это самое, какой-то, светится даже вот сам объемы, а в то же время в другом какой-то такой сан. Вот. И вот так медленно ногу, значит, выцелил и ушел. Вот. У вас раньше такого не было? Вылетов таких интересов? Вы знаете, да, вы прям поймали меня. Значит, это где-то был, я, первый, значит, год после свадьбы, жене, да, ну да, так можно. Вот. И я что-то раз проснулся, жена спит, я смотрю на потолок, вдруг потолок становится прозрачным, и я поднимаюсь вверх. Именно вот в такое вот это вот самое космическое какое-то такое особое пространство, даже какой-то звук какой-то появился, даже присутствие кого-то, чего-то. Вот. И, значит, я говорю, значит, я не готов. И меня опять, даже созвездие я заметил, куда мне нужно как бы с этой стороны. Разно все. Ну, что такое? Встал на кухне, покурил, водички попил. Вот, да, был такой. То бишь, вы знали, что вам надо в какое-то созвездие. Вы сейчас не осознали, в какое созвездие? Не в Орион, случайно, там, не на Орион вам надо? Были вот так вот, серьезно, я уже не могу сказать, какой конкретный. И сколько раз вы были в Потапарте? В Потапарте я был всего три раза. Это был, значит, 97-й год, я через пять лет ездил. В 90-е, примерно, в 2002-м я привез жену. Он, и первый год раз, когда я был, я хотел с него куда я взгляд встретиться, значит, сентябрь, он все время проходил мимо. И время проходил, но не смотрел никогда в нем глаза. Но, он так вот остановился напротив меня, я, значит, смотрю, чтобы он посмотрел на меня. Он, глядя выше меня, но прямо здесь вот написал. Вот. И, значит, прошел. Вот. Ну, и даже, чтобы сразу об этом вы понимаете, как бы, как я его понял, вот, мне вот два года назад прооперировали, сейчас я инвалид, как бы, вот. Но, перед этим, сны у меня очень рядом сняться, практически, значит, нет. А это, действительно, сон. Такая, типа, тибетская Нагорье, значит, лежат камни, пустыня, такая холодная. Вот. Я иду по этой пустыне. Навстречу, такой, Харлей Дэвис, ко мне вот так подъезжает. Я поднять голову не могу, посмотреть в лицо. Ну, что, ангел смерти. Такой умрян. Только вижу эти, такие, такие, ботинки высокие. Значит, это самое. Вот. Я говорю, не поднимай, понимаете, мне что-то Сайбаба что-то тут написал. Вот. Такая пауза. Ну, пока все хорошо. После вот этого самого. Так, ну вот. То бишь, вы так решили, что на Харлее была вот та сущность, которая вас должна забрать, да, уже? Ну, есть. Ангел. Что-то все такое похоже. А у вас пропуск. Дальше. Я не могу. Продолжение. Не начальника, что у вас. Да, да, да. Чтобы пока рад. Командировку, да, продлили. Я написал запросто. Вот так вот. Ну, и вот. Ну, значит, в 2002-м я привез жену. Вот. И она молодец. Они же женщины, а дети всегда думают. Я действительно свою фотографию дал. И там еще оказались еще два мормона, которые меня крестили. он забрал все это самое. Вот. Ну, не знаю, что там с этим мормонами сейчас происходит. А жена вынесла, естественно, детей. У меня дочка сыт. И он остановился около нее, но за ней сидела какая-то казашка, он ей материализовал пепел казашки, а жене просто остатки попались. она, как говорится, сразу там эти индуски, она сразу съела быстро. Пот, проливной такой пот сверт. И он фотографию благословил. Вот. Значит, в течение года у меня дочь замуж вышла, сын женился, сейчас у меня внук и две внучки, все, как говорится, ну, можно сказать, все пристроено, да, так можно сказать, все. у всех. А они сюда приезжали? Дети внук? Нет, они так подсмеиваются над папой залетом его. Ну, ничего, все нормально. Вот. Ну, что еще рассказать? И вот о истории про тигриную шкуру. Дело в том, что, вот, Наверное говорило, что он там сидит на тигровой шкуре, это шкура тигрица. И его очень такая история. Здесь вот приезжали из Великобритании охотники охотиться. Ну, потому что это инди, там, тигры, все это. сейчас ездят в Казахстан, там тоже на Барс и так далее, специально изностранца ездят, охотятся. Вот, он на джип, у него водитель индус, он подстрелил вот эту вот, это тигрица, он ее подстрелил и поехали с добычей. Вдруг здесь вот напротив, где-то за четравази, машина, хоп, встал и все. Вот, водитель туда-сюда-сюда. Ничего, говорит, все вроде нормально, не едет машина. Говорит, слушай, здесь вот есть индус такой, святой, вот, давай-ка ты спроси, что и как там. Ну, тут рядом, он подошел, саглабаком сговорил. Значит, ты вот тигрицу убил, там осталось два тигренка. Возвращаясь обратно, забирай этих тигрят, пристрой их, и тогда все нормально. Вот он поехал, этих тигрят забрал, из этой шкуры сделал вот этот самый, ну, в смысле, шкуру сюда привез, там шивозащитник животных. Да, поэтому в Баджан-Холе лежит шкура возле трона, да, вроде бы. А может, даже это она. Да, это она, она, говорят. Но это еще, наверное, в 40-х годах было, когда еще была колониальная Индия. Англичане тут, правиле и... Ну, в общем, что сказать, я теперь, значит, это... Безусловно, верится, да? Конечно, это, конечно, выпадает из всех законов, но это еще, закон есть материального мира, а миров у нас три, и астральный, и божественный, поэтому в тех мирах эти законы все как? Тем более, они более действенны, чем наши вот эти земные. Ну, говорят, что парадоксально, что ученые чаще начинают верить в Бога, чем обычные миряне. Так вот раз, и как-то вот своим складом ума, додумываются, что... Да, потому что любая загадка, она требует какого-то разрешения. пока ты эту загадку природы не каким-то образом там не исследуешь, не успокаиваешься, поэтому вот так. Спасибо. А вас как зовут? Яна, меня зовут Наталья. Наталья. Мы приехали, это Ставрополь, Петербург, Эстония. Вот здесь выйдем первый раз. Давно узнали об Ашраме? 20 лет назад через нашего родственника, но это его история, у него очень интересная длинная история. Вот она у нас маленькая, короткая. Вот. Ну что, очень нравится здесь библиотека. Мы ходим в библиотеку, где можно получить ответы на наши вопросы. Очень нравится идея ненасилия, любви ко всем. Вот и один из вопросов, с которыми мы сюда приехали, это идея, которая возникла очень давно уже, в принципе, это усыновить ребенка здесь в Индии. Ты уже нашли? детский дом или что-то? Так что, если среди ваших подписчиков будет кто владеет информацией, то будем благодарны. Ну хорошо, тогда я прошу, если кто-то что-то может посоветовать девушкам, то пишите мне вконтакте. Моё имя тоже есть в Инстаграме, Алиша373. Так что, спасибо. Хорошо, спасибо, желаю вам, чтобы на благо всем. я счастлива, что в 2014 году были облегчены условия для одиночных родителей, поэтому... отлично. Девочку, мальчика вы хотите? Это все не верно. Все равно, да? А вас как дела? Как Господь служит, да? Как Сангарита? Да. Здравствуйте, меня зовут Маргарита, я здесь первый раз, я из Москвы, а про Саи Бабу я слышала, мне кажется, откуда-то, где-то в интернете еще много лет назад, ну уже после ухода из тела, я искала-искала, что-то мониторила, ну и как-то у меня это вылетело из головы, и этой весной мне хотелось углубить практику, углубить йогу, углубить духовную практику, мне хотелось найти какой-то ашрам, я рассматривала, одна моя знакомая была здесь, но мы с ней не общались, просто я знаю, что она была, и по ее примеру я стала рассматривать ашрам Саи Бабы, далее ашрам Амы, ну и Ришикеш, и как-то все это вот тоже не срослось, наверное, и я купила себе просто путевку в Гуан позаниматься йогой, там побыть, вот, и даже я не думала ни про какие ашрамы, и накануне поездки у меня умер папа за 10 дней до этой поездки в Индии, вот, и я не знала ехать не или не ехать, менять ее или не отменять, я немножко такая была в оглушенном, наверное, состоянии, и меня все отправили, говорят, лежали, и я думаю, если события будут складываться удачно, я поеду, если будут какие-то препятствия, я останусь, и дорога у меня сложилась очень легко, даже было неожиданно, я думаю, ну, ни пробок, ничего, то есть я так добралась как-то вот в этом состоянии, там, половину позабывала, купальники все оставила, все оставила, но вот приехала в Индию, и только мы стали заселяться, я одна приехала, и познакомилась сразу же с девочкой, и она мне говорит, а я еду в Путапарте, я говорю, не ваш рамса, и Бабе, она говорит, да, я говорю, я поеду с тобой, она говорит, я на пять дней, я говорю, давай, вот, и мы как-то сюда, тремя автобусами, через Бангалор, все это доехали, я говорю, у меня даже нет одежды, я купила одни штаны и две футболки у меня с собой было, мы приехали, вот, она меня привела на Баджин, я ходила, смотрела, вот дня три, наверное, и не понимала, вот, я посмотрела какие-то видеоролики на Ютубе, послушала, все равно не понимала, и подошла к какой-то женщине, я говорю, уже скажите мне, что вы здесь, как, чего, и она, ну, мне сказала о том, что, говорит, насколько ты приехала, я говорю, на пять дней, она говорит, ну, у всех здесь свой опыт, я, говорит, советую тебе сходить в библиотеку, и многие находят там ответы через книги, потому что Баба общается, ну, со всеми по-разному, я говорю, потому что я слышу какие-то удивительные истории, но пока вот, и на следующее утро, она говорит, ты должна пережить свой собственный опыт, на следующее утро я думала, о, когда уже мы поедем, наверное, на пять дней, это много, мы приехали, и вот у меня были такие мысли, и в обед я пошла в библиотеку, я набрала себе просто книг, и села читать, и вот все, что я читала, это прям вот все мысли, которые у меня были в голове, я прям открываю, и я читаю вот эти вот ответы на все свои мысли, и у меня вот как-то вот перевернулось все, и я прям, не знаю, у меня какой-то прилив прям пришел, и я ощутила прям присутствие какое-то божественное, и я такая думаю, мне кажется, что я вот в том месте, в котором я должна быть, и я стала ходить и думать, я головой понимаю, что нам как бы пора ехать, завтра нам удержать, а что-то мне кажется, мне надо остаться, и я прихожу, а я как и добираться, я в принципе не знаю, потому что я так вот за девочкой шла, шла, мы ехали, и я потом прихожу к своей вот этой вот знакомой и говорю, слушай, у меня такое вот ощущение, что мне надо остаться, Я головой понимаю, что как бы надо ехать, но вот что-то мне не едется. Меня вот прям как прибило. Я говорю, ладно, я пересплю ночью с этими умыслами, что делать? Она говорит, а ты подумай. И на следующее утро мы опять пошли на веды, на баджины. Я думаю, проснулась, ну нет, поеду, поеду, потому что как я буду убираться, страшно, непонятно. Мы приходим, сели, сидим, отсидела два часа я на ведах, и я опять такая сижу, думаю, я не могу уехать. Вот, я говорю, слушайте, я не знаю, что я так растерялась, это было впервые в моей жизни. Я думаю, ладно, пусть идет, она говорит, не бойся, если Бог ведет тебя, то ты доедешь, ты доедешь, если у тебя есть эти ощущения. Я думаю, пусть тогда идет, мне не уехалось. В общем, я осталась еще на две недели практически, вот, ну вот пока я здесь. И, ну вот такой вот опыт. Я хожу в библиотеку, я хожу на баджины, я хожу на веды, я очень много увидела своих качеств здесь через тишину ашрама. Я очень увидела, что я суетливая, я очень увидела, что вот как через чистое стекло, то есть в обычной жизни я этих качеств своих не вижу. Замечательно, это просто супер. А здесь прям даже какие-то мелкие ситуации, моменты, я смотрю, что я там нервничать начинаю или суетиться начинаю. И я вот прям как вот в отражение свое смотрю и думаю, ого, вот, то, что должно быть. Ну, пока что я здесь. Здорово. Вы в восьмиместном номере живете? Я, нет, я в аутсайде живу, я сняла одна пока номер. Ну, я постоянно, наверное, все основное свое время, с самого раннего утра и до вечера я в Ашайне. Здорово, спасибо большое. Смотрите, там два слова прям. Конечно. Я так рада за эту девушку. И с вами всегда он говорил, когда мы еще только начали сюда ездить, на интервью и в лекциях, говорил, что здесь все приготовлено для вас. Каждый человек сюда приезжает в правильное время. Это я лично даю приглашение этому человеку, который в штучном порядке. Никто без моего приглашения не проходится сквозь ворота ашрама. И здесь все приготовлено для вас. Поэтому это если вы умеете наблюдать, видеть, то очень хорошая, правильная работа. Потому что в первую очередь мы сюда приезжаем именно для своей трансформации. Чтобы вот это все негативное в себе, все вот эти мечи на орал, так сказать, все это изменить. Свет, я у нас, божья правда, божественная истина. Замечательно. Просто очень рада, что девушка зрелая, честная. Это, знаете, дело в том, что мы вообще, вот сейчас я еще два слова, в том-то вся и сложность. Ведь с вами сказал, что мои истинные преданные меня узнают сразу. У них не возникает вопросов, у них нет сомнений. Да, многие люди, действительно, они вот много историй. Это, конечно, неплохо. Нет плохого и хорошего вообще в этой жизни. Это разнообразие игры и проявления Бога. Люди его проверяют, дают ему задания. Ну вот с вами здесь, если ты сделаешь так, вот я тогда в тебя поверю. Ну а вот не сделаешь не так, вот какие-то ему тесты дают. Ну, конечно, а так просто чуть-чуть менее зрелой души. Это с вами позволяет этому происходить. Таких историй очень много. Они тоже, кстати, сладкие, но ведь Бога, свою душу, свою истинную природу и вообще всю эту божественную жизнь мы познаем, конечно, не умом. Как минимум для начала это должен быть интеллект будхи. А потом мы вообще выходим за пределы всего этого. Как сказал, кстати, один ученый, академик, я никак не ожидала от него такую фразу. Атма познает атму. Ну, знаете, вот я в одном академгородочке, однажды у меня был концерт лет 10 назад. Оказалось, человек сильно в теме, не знаю, про Сайбабу, и все эти духовные изыскания, так сказать, уже в преломлении вот именно взгляда ученого. И он сказал, что атма познает атму. И вот чем мы выше поднимаемся, проходим все эти коши, слои, мы уже воспринимаем над умом, над интеллектом, на сферу психической деятельности. Ну, чем туда больше, тем лучше, тем меньше вопросов, и тем и более напрямую воспринимаем через свой опыт. Вот это маленькое дополнение я покажу. Я сейчас вот еще познакомлюсь. Как вас зовут? Меня зовут Таисия. А вы какой раз здесь? Я первый раз в Ставропольский край, вот мы приехали с дочерью. Вот ваша дочка. Да, приехали. Опыт и первое знакомство с Сайбабой у меня было в Кисловодске. У меня племянник, он Сайбабист, уже лет 20, наверное, знакомый с его. Был у него на личной встрече несколько раз. Поэтому мне это было очень интересно, когда я приезжала к нему в гости в Кисловодск. Там была организованная группа. Проводили встречи, пели баджаны. У вас не было отторжения, что это вот какая-то сеть? Нет, вот как-то у меня сразу как-то было доверие к этому. И племянник очень как-то, он вписался в это. И сразу было какое-то вот расположение. Проводили вот эти баджаны, пели вместе. Ну, я приезжала, там моменты какие-то. Но вот это все знакомство растянулось на длительные годы. Наверное, лет 20. Просто вот я читала отдельные книги, которые он привозил, какая-то информация. Мне всегда хотелось поехать. Но почему-то что-то мне препятствовало всегда. Семья, дети, там какие-то заботы. И вот как-то вот у меня я сразу созрела. Я захотела поехать. Дочь мне подарила на день рождения билет сюда и обратно. Спасибо дочке. Да, спасибо ей за это большое. А потом я собиралась ехать с одной девушкой, которая уже была здесь. Как-то мне одной было вроде бы неуютно ехать. Но так получилось, что она не смогла поехать. А буквально через неделю, как дочь мне известила, что купила билеты, говорит, мама, я тоже купила билет себе. Я, наверное, поедем вместе. И вот мы здесь тоже. Хотелось познакомиться со всем, что я знала из источников, изнутри. И вот сейчас мы ходим на баджаны. У меня такое впечатление, что мне все это знакомо, что я уже здесь была. И вот те книги, которые, наверное, здесь вот у меня просто больше времени свободного, я читаю книги, и такое впечатление, что я уже об этом слышала, что я об этом знаю. И вот именно впоследовательность такая, что вот есть у меня вопрос, например, что такое Омкар. И вот я открываю книгу, и он мне прямо сразу перед глазами. Ну, в общем, вот в таком вот так постепенно, без всяких инсайтов, каких-то открытий. Но все как-то ложится на душу и идет в своем таком порядке. Есть ощущение, что вы вернулись домой? Есть ощущение, что это мне все знакомо, что это мне близко. Отвращения совершенно никакого. Я вот познаю это ежедневно, что-то открываю для себя новое, какие-то встречи. Встреч много. Как-то вот ты подумаешь о чем-то. Вот первая встретилась Рима. Она рассказала как-то свою историю. Потом... А где Рим? Она вышла, да. Потом другие какие-то встречи. И вот как-то вот мысль возникнет, и тут же тебе как бы ответ на твой вопрос. Да, здесь почему-то в сто раз быстрее приходит, чем там, в России. В России тоже приходят ответы. Но здесь вот только задашь. Через минуту бежит человек с этим уже ответом. Вот это здесь удивительно. Так что вот просто стадии познания. Отлично. Спасибо всем за откровение. У меня еще к вам последние вопросы. Естественно, как вот меня очень часто спрашивают, вы же родились в христианской вере. Вы предали свою веру или что это такое? Вот ваш опыт, например, что вы считаете? Религия, Сайбаба, Индия, христианство, как это сочетается? Мы же почти все тут родились в христианской вере, так можно сказать. Ну, вернее, нас крестили многих. Да, да, я тоже крещеная. Ну, Господь, эта тотальность, эта полнота в полноте, истина, это у нас только всеобъемлющее, что только по мере расширения нашего сознания мы можем это все охватить. Но так как мы не готовы, у нас очень ум фрагментарный. Ведь сами знаете по своей жизни, как мы идем. Вот что-то мы для себя открыли, прожили, прочувствовали. Вот это, оно же вот, вот так вот должно быть. Время проходит. А, нет, ну вот так вот. И вот мы часто как маленькие, из крайности в крайность. А потом, постепенно, по мере нашего роста, у нас это всеобъемлющееся, такая вот объем, такой полнота возникает. И Сайбаба, вот чем нам это было и близко всегда, вот особенно в 90-х годах, когда мы для себя именно открывали Сайбабу, было очень близко, что он несет единство всех религий. И даже сами священники, которые изучали это все, ну не все, наверное, а даже я просто лично общалась с некоторыми, они говорили, что духовная основа всех религий, она одна. Она одна. Почитать Коран, почитать Библию. Понимаете? И Сайбаба всегда тоже об этом говорил. Пять общечеловеческих ценностей, они в сердце каждого человека. Вот. Поэтому это, конечно, все одно абсолютно. И я все равно продолжаю любить православие. Вот люблю я его. Как можно любить наших святых? Это для нас маяки, это для нас путеводители. Ну, я читаю о житии святых. Для меня это пример, они меня очень вдохновляют. Ну, даже были какие-то у меня явления некоторые святые. Мой творческий путь начался с явлений мне Богородицы. Она именно пришла ко мне и предсказала, что я буду писать стихи. В смысле не стихи, а песни. Песни. Пошел этот поток песен в 93-м году и за два года. То есть вот я рассказывала, что в 91-м году ко мне явился Сайбаба. Это где-то был, ну, может быть, февраль месяц, или там начало марта. Вот так я точно дату забыла. Ну, начало 91-го года. А через месяца 3-4, еще на фоне практически безверия, я тогда, ну, я понимала, что Бог есть, и все. У меня больше никаких знаний об этом не было. Я копошила своими, говорится, такими бытовыми делами. Ребенок еще был маленький. То у меня произошло явление Богородиц на даче у моих друзей. Я рано утром, ну, еще, можно сказать, на рассвете уже было слепло. Я проснулась, мы с ребенком маленькими, мы спали вот на кровати, около веранда такая застекленная. Я проснулась, ну, как обычно у мамы, инстинкт сразу, ну, ребенка. Она запит, спит, все хорошо, все нормально. Смотрю, значит, светом так все залито, такие глаза у меня еще полуприкрытые. И я потом, открывая глаза, смотрю, боже мой, в пространстве передо мной висит огромная икона Богородицы. Она была без младенца. Я настолько помню ее образ все эти годы, вот, начиная с 91-го года. Я не спутаю вообще никогда ни с кем, ни с кем, ни с кем, ни с кем. Вот. И вот эта икона висит в пространстве. И у меня нет страха, у меня такое просто некоторое изумление, как бы вот такой, как вот вдох, если бы я сделала. И она вот так вот начала, я видела ее материальными глазами. Я не знаю, как ясновидение, там, тонкие миры, я вообще еще в этом ничего не понимала. Я вижу ее своими глазами. И вот она начинает плыть в пространстве, ко мне вот так вот все ближе-ближе. У меня никакого страха, такое вот какое-то легкое просто, как вот такое вот, ну, удивление маленького, вот, маленького ребенка. И она ко мне вот подходит, и когда она практически вот ко мне вот сюда подошла, и как бы она прошла, что ли, сквозь меня, мне сложно это как-то понять, но я услышала ее запредельный, нежнейший голос, который я никогда вот как свамин голос, когда вот он на интервью с вами разговаривает, он вот здесь где-то живет внутри, так же вот и голос Богородицы. И кончик фразы я не расслышала. Она сказала, что два года, как-то так нежно, два года, как-то вот такой ласкающий звук. И я поняла, что через два года же со мной произойдет что-то очень-очень важное. И вот так вот она растаяла, и я вот так вот осталась просто потрясенной, что я, ну, иконы Богородицы я видела до этого, в храмы я иногда ходила. Ну, там, кто-то заболеет, звичку поставит. Веры-то особо никакой еще не было. И я понимаю, что это Богородица, это же Божий мой. И как она сказала через два года, у меня произошло очень большое событие, когда вот просто Господь, я считаю, то есть 93-й год уже, прошло два года, 93-й пришел, как раз вот я о своей бабе на уровне уже информации, на уровне ума узнала. И она опять в одном введении ко мне явилась, и у меня все внутри, все внутренние органы как будто задвигались, все задвигалось. А почему это произошло? Вы знаете, в 93-м году однажды, посещая вот семинары по вот своей коррекции, такой психологической, духовной, я увидела, что во мне абсолютно нет любви, что да, я не злой человек, я никому не причиняю вреда, я доброжелательная, я хорошая. Но любви-то нету. Вот в 93-м году я сделала такое мощное для себя открытие, что я как бы ощутила, что я полумертвая, я полуживая. Любви нет. И мне так стало страшно, мне так стало ужасно. У меня такой пошел протест, я поняла, что я не хочу так жить. Я не умею по-настоящему любви, да, у меня есть муж, у меня есть сын уже, да, у меня есть мои близкие, я к ним хорошо отношусь, я их как бы люблю. Вот на какое-то, знаете, вот на какое-то, ну не знаю там на сколько, но нет этой любви. И у меня пошел такой внутри крик, у меня пошел внутри такой крик, я стала так требовать эту любовь, я так стала молить, я сказала, что из меня не дадут, я вот возьму этими руками, я руками женщины-матери, эти небеса, я просто их опрокинулась, я стала так требовать, я стала умолять. И вы знаете, я знаю, что настоящие молитвы, они всегда услышали. И со мной такое началось. Я увидела светящиеся руки, которые стали выгребать всю грязь из моего сердца. Они вынимали все это, выкидывали. И вот оно было уже опустошено, опустошено это сердце. И оно было все равно железное. Оно было пустое, но не чувствующее, железное. И потом я вдруг увидела какие-то горы, было какое-то видение прямо там на семинаре, была какая-то совершенно другая тема, у меня пошел свой мощнейший процесс, который, я не знаю, наверное, ждала всю жизнь. И какой-то луч от заснеженной вершины, он вдруг коснулся моего сердца, и у меня сердце ходит раз, и задышал. Я вот только недавно написала об этом песню тебе, так вот задышал. И я как будто все увидела заново, абсолютно все. Понимаете, и в этом я день и было так, что я пошла по какой-то тропинке, и я вдруг вижу, как будто первый цветок, вот это камешки, вот это вершина, это трава, это какие-то кусты. Я вдруг встала, вот это все, как будто здесь такая мембрана, она у меня до сих пор вот в этом месте, у меня мембрана. Я вот слышу с вами этим местом, я вот дышу этим местом. Если говорят, что это негативно, я обычно немножко ставлю руку так, оно у меня вот тут вот ожило, вот тогда, в 93-м году. Понимаете? И я пошла куда-то по тропе, вот на эту вершину, ну, какую-то гору, какой-то такой пригород, а там кругом были дальше горы. И я стояла вот такая вот обновленная, как будто я заново родилась. И ко мне подошли издалека двое или трое мужчин, какие-то такие очень устатные, с такими бородками, такая одежда такая у них торжественная. И они подошли ко мне, но остановились, может быть, на расстоянии двух метров. И я так руки как-то, хотя я еще не знала даже этого жеста, все как-то так сложилось само, и они на меня посмотрели так, и я говорю, вот сами стали слова изнутри. Неужели я достойна? И они мне отвечают фразу, которую я никогда бы сама от ума не придумала. Они сказали, все достойны, просто ты готова. И поставили такую вот ладошку мне, и из ладошки потекла энергия удивительная, которая настроила мое сердце на что-то. Эти вибрации потекли мне в сердце. И это закончилось в видении. И я поняла, что у меня какое-то произошло преображение сердца, и как мне как операцию сделали. И тут же, буквально на следующий, через день, я вдруг стала идти, и под ритм шагов у меня вдруг стала, я заговорила стихами, и до этого никогда ничего не сочиняла. О, почему, не знаю, так люблю я осень, этот запах и цвета, прозрачность, тишина и глубина, и так далее. Я была гитарой, пела песни, песня за песней, они могли бы там десятками тут же из меня высыпаться. То есть все вокруг ожило. Почему? Я потребовала любви. Без любви человек мертв. Мы живем умом. Мы все полуживые. И как я счастлива, когда вот эти люди говорят, как они реагируют на то, что здесь есть, потому что они все готовы, хотя все достойны. Просто ты готова, да? Мы одинаковые. Во мне Бога столько же, сколько в тебе, в тебе, в тебе, в тебе. Мы одинаковые. Но в свой час это включается, и происходит тотально постепенное очищение. И вот это преображение нашей жизни. Это, наверное, как раз иллюстрация к фразе из Библии «стучите, и вам откроют, просите, и вам дадут». Наверное, вот в этом имеется смысл. Не чашку кофе, не волку хлеба, а вот любовь. И не такая молитва, которая, знаешь, мы попросили. Хотя тоже дадут и чашку кофе. Совершенно верно. В нужное время это тоже важно. Это тоже можно получить. Да, и волку хлеба тоже дадут. И кусок хлеба, как говорится. Потому что... Но вы замахнулись как раз на большее. Сайбаба тоже говорит, я могу вам дать столько, а вы просите чашку кофе. Вот он тоже, ведь я же это читала. Уж коли пришел Господь на землю, как океан любви, океан милости, то просить просто каплю или глоток, это смешно. Вот чтобы там сын женился. Вот мне сейчас тоже сын. Да, машина у меня, там, квартиру. Вот что ты. Ну, это хорошо. В то же время, конечно, с истинной позиции нет ни плохого, ни хорошего. Мы все разные. Сайбаба сказал, мудрость людей, она не может вызревать в одинаковое время. Морковка созревает в свой срок, там, петрушка в свой, яблоко антоновское совсем там, в октябре, в небе созреет. То есть это тоже все нормально. Но зато это ярко очень видно. И милость его бесконечна. Кому-то надо исцеление, как Виктору Бабея с вами подошел и сказал, так, твой рак отменен, так, все, у нее был рак печени, так, рака нету, так, к другой девочке у нее был рак головного мозга, она просто, сайбаба даже к нее не подошла, он просто сидел на всех баджинах, она сидела. Вот. Приезжает, делает рентген и все, снимки, там, проверка, исчез рак головного мозга. И это милость Бога. И преображение нашей милости Бога. Вся жизнь – это милость Бога. Пить, пить и становиться этим. Вот это высочайшая цель. Этим стать. А мы есть это. А вот пока еще немножко есть у меня заряда, может быть, вы что-нибудь о материализациях тут знаете? Вот говорили же, там кому-то что-то материализовали. Есть у вас такой тоже опыт? Ну, мое первое кольцо, скажем так, вот, оно появилось в 1995 году, когда было у нас второе интервью, вторая поездка была интервью. Ах, с вами очень, со мной много тогда на интервью говорила, и то, что я песни пишу, и что я, ну, на тот момент я много плакала. У меня было потому, что сколько-то лет таких покаянных очень песен. Он говорит, ну, ты плачешь, ты что, сочинишь и плачешь потом. Очень много эмоций. Но это потом прошел период, конечно. Вот он много про меня говорил, про мою семью, там был сын. Сын уделил очень много внимания. Потом взял его, в другой момент вообще, с другой группой, одного без меня на интервью. Целый час его на коленях держал. Вообще его преобразил полностью. И создал мне кольцо. Вот это кольцо, здесь изображен знак Ом. Потом позже, через энное количество лет, он мне сказал, что это кольцо он мне дал на освобождение. Он сказал, что мне много раз говорил знак, что я тебе дам освобождение, ты готова для освобождения. То есть вы даже видели материализацию этого кольца? Да, конечно, тогда у нас на интервью, тогда я видела вот вторую поездку, наверное, это впервые, в первую даже, ну, что-то видели мы издалека там, в первую поездку. А во вторую, вот, это было уже близко, значит, вот мое кольцо, например, взяла нашей переводчице, Эльвира такая у нас была, она ученый, физик, она вот здесь жила много лет, в путапартии, взял ее кольцо, он ей создал кольцо, ну, может быть, чуть раньше, там, может быть, полгода назад, год назад, не знаю точно. Оно было такое, довольно типичное для с вами, золотое, был овальный изумруд зеленый. И он, да, тебе пора другое, дать сюда, взял ее кольцо, значит, наш переводчик, да, и просто дунул, и оно на наших глазах стало из продолговатого кругла, и из зеленого стало прозрачной, большой прозрачный бриллиант. Вот, и причем он сказал очень ключевую фразу, он так потом показал, говорит, вы видите, как вещи легко возникают и исчезают, а вы за ними гоняетесь. Очень здорово, да, как мы много признаем, придаем значение вещам, предметам, там, одежде. Вот, фу, потом возникло, вот из ничего потом дунуло, исчезло, ну, надал ей вот это уже в таком виде. Потом из его ладошки вылетела длинная джипамала, на одной женщине джипамалу материализовал, создал, ну, по-моему, она была хрустальная, сколько я помню, с прозрачных камешков. Вот. И у нас, кстати, в группе, когда было интервью, у нас было человек 14 русских, вот из Москвы, и двое у нас как-то, я не знаю, с вами взял индусов, молодые индусы. И вот так смешно, во время интервью, когда он с нами разговаривал, он периодически поворачивался на, тут как женщины сидели, тут мужчины вот в этой маленькой комнатке для интервью, смотрел на индусов и говорил, русским будешь, потом с нами продолжал разговаривать, русским будешь, по-моему, на одного и на другого. Они так, русским будешь, значит, что это такое, значит, может быть, следующее воплощение. И вот одному из них он материализовал большие золотые часы, которые такие шумно упали ему на колени и за ладошки. Вот с маленькой ладони такие массивные большие часы. Вот. И когда с вами мне вот это кольцо подарил, то буквально, наверное, там еще интересные вещи с моими глазами происходили, удивительные, ну, я не знаю, всего я сразу не расскажу, что это может быть как-то, если только постепенно. Но о кольце скажу все-таки. Мы шли в столовую, это было, может быть, через день, через два, после интервью, может быть, через три. Мы шли вечером на ужин с одной женщиной из Москвы, вот в столовую нашу европейскую на ужин. И она очень хотела, чтобы, помните, да, в те годы, может быть, Ирочка-то ее читала и сама застала, носили иногда на Даршине такую грифельную дощечку черненькую, и с вами давали мелок. И он писал. И он писал ом. Если кому-то он это так сделал, то считалось, что он полностью переписывает судьбу. И многие мамочки и папочки очень хотели для своих детей, чтобы вот вся карма негативная ушла, и обычно для детишек это старались делать. И вот моя знакомая из Москвы, тоже она вот в московский центр ходила, она очень хотела, что для ее сынишка, он примерно такого же возраста, как мой был, кстати, именно вдвоем их Сайбаба взял отдельно от нас на интервью, вот перед нашим интервью, он их отдельно забирал. Такой был уникальный случай. И она все время ходила с этой грифельной тоской. И все время она ее просила, и попадала там на первую-вторую линию, там с мамой, моего, для моего сына. Но он как-то вот не брал, не брал. И вдруг мне это вот Галя говорит. А тебе-то с вами написал тоже на дощечке, в золоте написал Ом. Я бы никогда не подумала. И у меня, вы знаете, это кольцо вспыхнуло таким огнем, что я была уверена, что там палец сгорел. Я ее перепугалась ужасно, я стала его сдергивать. Думаю, Боже мой, я стала кричать, мы подходим к столовой, я кричу. Вот, вы знаете, никакого ожога не было, но это просто вспыхнуло огнем. Ом, как, может быть, подтверждение, что тебе-то с вами написал Ом в золоте. Боже мой, и вы знаете, она оказалась на самом деле права. То есть вот я пережила такое потрясение, потому что, когда мы только вернулись после поездки в Москву, с вами ко мне пришел сон, тогда были вот одни из первых снов, тогда только он начинал мне сниться, и сказал такую вещь. Тебе пора другое кольцо. Говорю, с вами, как же так, ты мне что-то подарил. Я испугалась, думаю, сейчас дематерализует. Все-таки как приятно от него что-то иметь. Он говорит, я тебе полностью меняю судьбу, поэтому тебе дам другое кольцо. Сейчас я тебе, говорит, сыграю, исполню музыку твоей новой судьбы. И как музыканту я тебе дам такой вопрос, задам. Сколько одновременно голосов ты здесь услышишь, то есть полифония. Сколько будет голосов одновременно звучать. И перед ним возникает такой вот ящик, какой-то фантастический музыкальный инструмент с кнопками, с рычагами. У меня так как-то расширяется, раздвигается сознание. И он начинает вот нажимать, это все двигать. И я начинаю слышать великолепную, красивейшую вселенскую музыку. Я понимаю, что это музыка моей новой судьбы. И я так сосредоточился и услышал, что звучит пять параллельных голосов. Ну вот если бы мы какого-то полифония услышали. Ну и все это закончилось, потом с вами спросил, сколько голосов звучало. Говорю, с Ивановской школы звучало пять параллельных голосов. Он говорит, да, правильно. Я тебе поменял судьбу, я тебе потом дам другое кольцо. Другое кольцо потом возникло. Я-то думала, я потом приехала там в следующие годы, там ездила, ну почти каждый год. Думала, ну наверное, с вами возьмет на интервью, поменяет, сказал, что другое кольцо. Сам сказал, ну ничего этого не происходило. Проходили года, год, два, три, четыре, пять, десять и так далее. Другое кольцо появилось ровно через 20 лет. Но при каких обстоятельствах, я пока не буду говорить. Вот это кольцо я вам покажу. Это очень типичный с вами дизайн с одним большим бриллиантом. У некоторых преданных есть такое кольцо, абсолютно типичное. Я даже знаю, что их носили на экспертизу. Это и золото, и бриллианты, на самом деле. Я вот это носила, сейчас расскажу. И вообще про Даймонд. Просто вот Сильвия, наша руководитель интернационального хора, здесь в футопарте я много лет участвовала как музыкант в этом хоре крисмасском, у нее такое же кольцо есть. Она сказала, что с вами ей на интервью, когда создала такое же кольцо, он ей сказал, дай умереть, майнд ум. То есть умри ум, это для чистоты ума. Это кольцо, медаля для освобождения. Это как игра слов, то есть для чистоты ума. Дай умри ум, окончательное освобождение от ума. А это кольцо однажды я проверила в лаборатории. Действительно, это было, вот уже это кольцо у меня существовало лет 5-6 к тому моменту. И я, ну так, случайно оказалась в лаборатории по драгоценным металлам. Мне просто надо было кое-что там сдать, как драгоценный металлолом, так сказать. И там проверяли пробы. И мне такая, а так как некоторые люди, да еще в 90-х годах, в начале 2000-х, много было сомневающихся, спрашивали, ну неужели это золото? Вот так вот Саи Баба раздает золото, бриллианты, изумруды, вот так. Я говорю, ну, я знаю, что это золото. Она очень мягкая, она вот, знаете, вот, прямо вот гнется под рукой. И я спрашиваю у работника там вот этого места, этой лаборатории. Говорю, а можно ли вот проверить пробу здесь? Он говорит, да, конечно, у меня такой вот есть талисман из Индии. Я сняла кольцо это. Она стала проверять и говорит, ну, знаете, что это запредельно, это 999-я проба. Ну, наверное, оно не может быть все такое. Поэтому и мягкое. Если вы позволите мне, я тут немножко подпилю на ободочке, я хочу посмотреть, что там поглубже. Вот, она там как-то терла, что-то скребла и говорит, ну, под слоем 999-й идет слой 750-й. Ну, золото, говорит, запредельное это просто. И, кстати, Саи Баба мне два раза менял, он меня мотивизовал изначально сюда. Да, и первые три дня кольцо было как раз в пору, потом резко не стало велико. Кстати, его с вами спрашивали, Филис Кристалл, известная, преданная, западная спрашивала, почему ты с вами иногда делаешь большое? Он ей так делал. На что он сказал, что это для духовного роста. И действительно, в этом есть смысл. Вот, а потом, ну, я там его закрепляла, там у одного студента посмотрела, как он делает, там ниточки наматывает. Потом с вами через 6,5 лет мне переодел вот сюда это кольцо. Нет, через 8, через 8,5 лет сюда одел кольцо, потом через 6 лет вот сюда, пока здесь. То есть мне два раза еще менял, почему-то. Такое, кстати, я не слышала ни у кого никогда, чтобы он материзованное кольцо менял на разные пальцы, на разные руки. Размер немножко менял, да? Вы знаете, он уже размер не менял, потому что вот на этих пальцах мне стало в пору. Или он просто снимал и переодевал на другую? Он это делал через сны. Он это делал через сны, да, и говорил, чтобы я сама себя переодела. Он мне просто это менял во сне. Я просыпалась, кольцо оставалось там же. Ну, с вами, когда надо, делай чудеса. Когда не надо, он говорит, я берегу свою божественную энергию. Мне вот это такое вот, так, когда надо это все. Вот поэтому во сне это происходило. Он даже что-то объяснял. А потом я физически это просто переливала. Потрясающий рассказ. Ну, вот пока вот. Спасибо, спасибо всем. Спасибо всем, очень интересно. Давайте как-то быть на связи, если что, еще встретимся. Лена, мира с вами, давайте тоже встретимся. Может быть, еще что-нибудь расскажете потом, да? У меня всегда все спонтанно. Я здесь, да. Как идет? Пока я здесь. Об атмосфере 90-х годов стоит рассказать, что какое было братство, единение, какой был энтузиазм потрясающий. Вот это можно об этом рассказать, потому что там было сильное впечатление. Я готова часами слушать, конечно, какая была здесь атмосфера. И смотрю, люблю смотреть интервью преданных. У каждого свой опыт очень интересный. Особенно поначалу искала и книги. И тоже вот девочки правильно говорят, вот просто в библиотеке происходят чудеса. Идешь туда с какой-то проблемой, с вопросом, говоришь, какую книгу взять? У меня вот такой вопрос. Идешь мимо полки, бери эту, берешь эту, открываешь. На нужной странице практически ответ вот как... С теми же словами, какими ты спрашивала. Это так удивительно. Я бежала, у них там можно заплатить там рупию или две, и тебе отксерят эту страничку. Я тут же бежала к ним, говорю, распечатайте мне это, распечатайте это. И вот книгой за книгой просто я получала целый список ответов на свои вопросы. Вообще иметь свои отношения с Айвобой, близкие, доверительные. Это, знаете, нарослаще ничего этого не бывает. Они углубляются, расширяются и с вами начинают так заботиться о тебе. И так все сам делает в своей жизни, выстраивает все. И ты, его можно чувствовать в присутствии постоянно, просто кожей своей, просто его вот это вот облако любви, окута в него объятия. Это удивительно, то есть мы приближаемся к Богу. Это для всех, это не только для каких-то единиц, это для всех. Все начинается с любви. Да. Все ради любви, да. Все, что там, что не происходит, это еще не то. А вот когда искра эта попала, это... Ну, знаете, вот искра попала, ну, посмотрите, то, что вы говорили, вы чувствуете, вас тянет, как девочка сказала, да. Она не может, что-то, что-то да. А он так, это часто, у меня тоже эти ножницы были, на самом деле, много ли? Ну, как, в смысле то, что я что-то, может быть, вот ум там, ну, как же, а как же вот это? Вот, а здесь знают другое, вот эти ножницы, они до поры до времени есть у нас некоторые есть. Я вот сижу в мандире и понимаю, что я как-то придавленная к этому поводу. Вот, вот, вот. Я хочу, я понимаю, что надо ехать, я не могу. Вот доверять этому, это очень важно. Как раз мы должны пройти сквозь ум. Тогда, чтобы мы не стали, перестали быть дробными, двойствами, дуальными существами. Надо же стать целостными, убогими. Когда меня спрашивают о домашнем манюху, скажи, да, эмоции, что, как, чего. Я говорю, у меня ощущение, что я в гостях у Бога. То есть здесь все точно. Я вот очень рада. Вот Таисточка тоже что сказала, да, вот это вот, ну, вот это все правильно. Это все то, что надо. Когда человек, помимо всех мозгов, все, вот он открывается. Ну, это зрелость, конечно, зрелость души. И он просто впитывает. Потому что на самом деле, вот как мастера йоги говорят, что на самом деле, по большому счету, нельзя ничего доказать. Ум он такой, он изворотив, он может тебе тысячу аргументов против сказать. Но мы должны превзойти этот ум. Еще вот последнее, что я хочу сказать, может быть, да, что вот Сайбл-Ва говорит, что умерут животные, исполняя свою дхарму, свое, ну, предназначение, просто следуя своей природе, природе, как бы исполняя свою природу, реализуя свою природу. А люди должны все это превзойти, пройти за пределы, сквозь. Поэтому, если мы торчим на уровне ума и даже на уровне интеллекта, мы истину никогда не осознаем. Вот эта открытость, вот эта чистота, вот эта готовность к новому, несведанному, вот это ощущение. Да, вот ум не понимает, но это так, я это чувствую. Вот это важно. И оно будет углубляться больше и больше. И истина только так познается. Ум должен замолчать и склониться перед нашим душами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok